Больше 200 самых быстрых учеников школ нашего города и района решили поучаствовать в эстафете и доказать всем, что их не догонят. Спортивные мероприятия организовали в рамках празднования Олимпийского дня. Весеннюю и легкоатлетическую эстафету для школьников проводят вот уже 20 лет с целью развития Олимпийского движения. Эстафета почти километр, будет бежать по центральным улицам города, по проспекту Шотостроитель, по социалистической и вернуться на площадь Шеванкова. Здесь же будет торжественное награждение. Будут разбиты по школам, по районам, по городам. Всем готовы призы, кубки и подарки от Олимпийского комитета. Эстафеты входят в программу Олимпийских игр с 1900 года. Они проводятся среди лыжников, пловцов и бегунов. Ребятам предстояло проявить свои спринтерские качества и как можно быстрее передать эстафетную палочку своему напарнику. Мы готовились несколько дней. Это было тяжело, но у нас сегодня хорошее настроение, мы готовы побеждать. Готовились мы, конечно, долго, усердно. Что еще тут сказать? Как проходила подготовка? Ну, сначала было немножко тяжело, но потом, как бы, наша команда стала дружнее и мы объединились и думаем на победу. Насколько у вас быстрые бегуны в команде? Расскажите. Ну, быстрые, но быстрых у нас много. Нет у нас таких, чтобы мы очень медленно бегали. Бегаю я редко, но к бегу отношусь нормально. А настрой боевой. А как вас отбирали? Мы сдавали 100 метровку и бегали на время. Те, кто пробежали быстрее всех, оказались здесь. Как тебе удалось попасть в бычка-число? Ну, наверное, просто быстро пробежала. За какое время? 15,1. Разогнаться как следует и мчать вперед. Ничто не могло помешать спортсменам пробежать дистанцию. Даже дождь. Настоящий шквал эмоций испытывали бегуны и их болельщики. Давай, Юлечка! Быстрее! Ну, пока, ура! Рывочек! На 12 баллов за голос! Юля! Давай! Молодец! Участвовать в легкоатлетической эстафете на самом деле было не так уж и легко. Но зато интересно. У каждого участника забегов прибавилась адреналина. В принципе, когда бежишь, эмоции переполняет, но ты их просто не ощущаешь. Ну, мне понравилось бежать, в принципе. Правила задача, как считаешь? Ну, да. Я побежала, бежала третья, а потом догнала девочку, которая бежала второй, и передала эстафету. Давай, давай, давай! Мы представляли лице «Надежду», мне очень понравилось. У нас, правда, были нервы, но мы выдержали это, показали свой, считая, что хороший у нас результат. Надеюсь, мы выиграли, и мы лучшие. А что было самое сложное во время выполнения? Лично для меня было самое сложное. Я боялась того, чтобы моя палочка не упала. Я, правда, ее споймала, у меня все вышло, и я добежала. Так что у нас все хорошо получилось. По итогам самой шустрой команды были награждены грамотами и кубками. Как вам удалось это сделать? Ну, мы просто долго бегали, тренировали в школе, и вот получилось так. И не зря у нас цифра 45. 45, вот это вот число означает, что мы нашу победу сегодняшнюю посвящаем нашим дедам, которые в 45-м году выиграли отечественную войну. Мы заняли первое место. Ну, нам это нелегко удалось, но мы все-таки как бы решились, но как бы заняли первое место. Новотройская лучшая школа! Мы представляем первую школу, это БГП, многопрофильная гимназия. Мы заняли первое место во втором забеге. Мы, конечно, не ожидали, что победа будет за нами. Мы очень усердно готовились, получили много адреналина и очень сильно переживали. Когда мы узнали, что все-таки результаты, даже можно сказать, превысили наши ожидания, это были такие эмоции, восторг, это даже не передать словами, это настолько неописуемо, что просто ты радуешься и чувствуешь гордость за свою школу, что ты все-таки мог принести ей победу. И все-таки школа, которая находится даже на окраине, все равно смогла принести победу высокую. А крайне хорошо бегать, это полезно, да? Да, да. Среди победителей эстафеты будет сформирована сборная команда, которая поедет в Славянск и там посоревнуется с другими бегунами из Донецкой области в финале.